Я всегда вам говорю, что нужно читать с выражением, с эмоциями, передавать все чувства персонажа, правильно? Да! Вот я сейчас прочитаю вам слова одного персонажа в двух вариантах. Вы прослушайте сначала первый, потом второй и скажите, где лучше, хорошо? Первый вариант. Несет меня лиса за темные леса, высокие горы, котик, братик, выручи меня. И второй вариант. Тут показано смайликом, что персонаж плачет. Несет меня лиса за темные леса, за высокие горы, котик, братик, выручи меня. Где вариант первый или второй? Второй лучше. Мы передаем что? Эмоции, чувства, переживания персонажа. Понятно, как нужно читать? Здравствуйте, меня зовут Гнаевой Игорь Андреевич. Я учитель начальных классов средней общеобразовательной школы номер 40 города Баладах. Сегодня вашему вниманию я хочу представить свой авторский метод под названием «Конверт эмоций». Проблема эмоционального развития детей – одна из актуальных в современной школе педагогики и психологии. Объясняется это тем, что успешное эмоциональное развитие ведет в целом к успешности ребенка в социуме, в том числе и к нормальному состоянию общего психического развития школьника. У некоторых детей в начальной школе есть проблемы с выражением эмоций, выразительностью, соблюдением правильности интонации, в зависимости от знаков препинания в чтении литературных произведений. Проблемами в этом могут являться разные аспекты – это застенчивость, закрытость, боязнь чтения вслух и так далее. Многие педагоги ждут, пока эмоции ребенка проснутся сами по себе, и ребенок начнет выразительно читать и эмоционально передавать образ героя. Но не всегда это случается. В чем же цель моей методики? Это развитие эмоциональной отзывчивости младших школьников на уроках литературного чтения. Для этого я хочу вам представить фрагмент урока литературного чтения в третьем классе. В котором данный метод используется на протяжении двух лет. Для начала мы должны выявить ребенка с такой проблемой. В практике обычно такого ребенка видно сразу. Учитель достает конверт, на котором указано название данной сказки. Приведем пример русской народной сказки «Кот, петух и лиса». Внутри данного конверта находятся яркие, красочные персонажи сказки. Это кот, петух и лиса. Сзади каждой картинки персонажа находятся его слова по сказке, а также смайлик, на который ребенок будет опираться в процессе чтения. Учитель показывает и объясняет на собственном примере, что нужно делать. Эмоционально с выражением читать слова данного персонажа, передавать его поведение и даже мимику. На первом этапе карточки раздаются детям с хорошей техникой чтения. Это нужно сделать для того, чтобы ребенок, у которого есть данная проблема закрытости и застенчивости, увидел, что это не так страшно и в этом нет ничего смешного, так как некоторые дети боятся, что над ними будут смеяться. Обязательно в первые моменты учитель должен выступать как спикер и персонаж с детьми, чтобы закрепить эффект. Раздать учащимся персонажей по желанию или в рандомном порядке, либо на выбор учителя. После чего учащиеся читают по ролям предложенную сказку, эмоционально окрашивая слова, опираясь на саму карточку. Сейчас я хочу продемонстрировать карточки, на которых основывается мой метод. У нас сказка кот Петух и Лиса. Допустим, ребенок выбрал персонажа Петух. Обратите внимание, персонаж показан. На обратной стороне слова данного персонажа. И что самое главное, указана эмоция, смайлик, с какой выразительностью подачи ребенок должен читать. Это очень большой вспомогательный элемент. В особенности, если этот ребенок ООП. Бежала как-то лиса, услыхала, как Петушок песни поет. Захотелось ей Петушиного мяса попробовать. Вот она села под окошко, да и запела. Петушок, Петушок, золотой гребешок, выгляни в окошко, дам тебе горошку. Петушок выглянул, а она его цап-царап схватила и понесла. Петушок напугался, закричал. Несет меня лиса, лиса, за темные лиса, за высокие горы. Котик, братик, выручи меня. Кот недалеко был, услыхал, помчался за силой, что было силы. Он отнял Петушка и принес его домой. На другой день собирается кот на охоту и говорит Петушку. Смотри, Петя, не выглядывай в окошко. Несю уши, несю, а то он от тебя унесет, срез и косточек не оставит. По видео вы можете увидеть результат, а результат положительный. Дети не боятся читать вслух при всем классе. У них нет застенчивости. Они не стесняются показать и передать эмоции. А что самое главное, они правильно передают эмоцию персонажа.